Человек должен чему-то учиться, чтобы преуспеть в своем деле. Как выбрать оригинальное занятие и овладеть им в совершенстве? Нужно не бояться пробовать себя в разном. В интерактивном музее «Россия. Моя история» помимо привычных виртуальных экспозиций, теперь проходят и мастер-классы. Ребята занимаются традиционными в наших широтах ремеслами. Вот, например, лепка глиняной посуды. Когда-то она вся была из этого материала. Первый раз ты лепишь из глины? Первый раз. Как тебе больше понравилось лепить из пластилина или из глины? Из глины больше понравилось. Почему? Ну, потому что она такая приятненькая такая и не жесткая такая, а пустин жесткий. Подаришь ее кому-нибудь или же оставишь? Подарю бабушке. Из обычного неприметного куска глины здесь творят чудеса. Для начала с глины скатывается шар, затем шар превращается в лепешку. Это и есть основа для будущего изделия. Несмотря на то, что ребята получают совершенно одинаковые инструкции, их подсвечники получаются совершенно разными. Тейсия, расскажи нам, пожалуйста, как пришел твой мастер-класс? Там много всего было. Мы ходили на экскурсии, но это уже понятно, там много всего интересного. Дальше мы пошли лепить. Мы лепили, выравнивали, делали узоры, нам дали красную глину, очень много человек ее использовали. Мы использовали много всяких вещей для украшений. Таким образом ребята знакомятся с древним бытом и делают вот такие полезные штуки. Плюс ко всему все материалы абсолютно натуральны. Вода – это клей для глины и помогает не пересушить изделия, замазывать все трещины. София, расскажи нам о своем подсвечнике. Я его делала для себя, чтобы на Новый год или на другие праздники мама поджигала мне свечку. Чем полезен мастер-класс? Тем, что можно в нем научиться что-то лепить из глины, делать что-нибудь. Вот как этот подсвечник, например. А еще в музее нам говорили про то, что в древности готовили из глины в Китае. Занятие в студии декоративной лепки влияет на общее развитие, формирует эстетический вкус и развивает творческие способности. Сюда ходят ребята абсолютно разного возраста, ведь такое необычное занятие пригодится всем. Кстати, подобные мастер-классы проходят в разных музеях Уфы. Творческие работы соответствуют тематике. Есть множество причин, которые не дадут нам остановиться в своем обучении, чтобы мы совершенствовались постоянно. Нужно быть информированы новыми идеями и развиваться в этом направлении. Милена Габдульменова, Розалия Тукаева, специально для Горы Новосей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова